В 2019 году компания Sony выпустила свой флагманский смартфон Sony Xperia 1. И в этом смартфоне компания решила объединить усилия всех своих подразделений и внедрить все самые передовые технологии. Отображение экрана от телевизоров Bravia, аудио-начинку от плееров Walkman, а камеры, разумеется, от Sony Alpha. И на тот момент, когда я тестировал первую модель, все, кто меня видел с этим смартфоном, удивлялись, что Sony в принципе продолжает выпуск смартфонов. А сейчас, когда вышло третье поколение, собралась целая армия поклонников этой серии. У меня в руках как раз третье поколение флагмана, и он не только сохранил все достоинства первой модели, но и улучшился по всем направлениям. С вами Фотогир и я Виктор Брусков. И сейчас я вам расскажу все о Sony Xperia 1 Mark III. Субтитры сделал DimaTorzok Прежде всего, этот смартфон выглядит отлично. У него нет никаких челок и странных модулей с камерами. Все выглядит свежо и лаконично. Спереди и сзади у него защитные стекла Gorilla Glass Victus. Это самые прочные стекла на сегодняшний день. Сзади оно матовое. Из-за этого выглядит еще лучше на контрасте с блоком камер. Плюс оставляет меньше отпечатков. От первого поколения здесь сохранился экран размером 6,5 дюймов. Он по-прежнему вытянутой формы и имеет 4К разрешение. На таком экране очень удобно смотреть фильмы, потому что нет черных полей сверху и снизу. Также на нем очень удобно играть в игры, потому что органы управления как раз разнесены по бокам и занимают меньшую площадь игрового пространства. А также этот экран поддерживает частоту 120 Гц, из-за чего перелистывание и прокручивание выглядит очень и очень плавно. Из-за такой вытянутой формы смартфон удобнее лежит в руке, а еще на нем помещается больше информации, в том числе и ленты соцсетей. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP65-68, так что за него можно не бояться и использовать в любых условиях. А сейчас я перечислю то, что есть в Sony Xperia 1 Mark III и чего нет у других конкурентов от слова совсем. Во-первых, это стандартный вход под наушники 3,5 мм. Он нужен для того, чтобы прослушивать высококачественное аудио, либо для геймеров будет также очень полезен для того, чтобы не было задержки звука. Также в смартфоне есть разъем под карту памяти. Мало того, что в аппарате собственной памяти 256 ГБ, так можно еще и добавлять карты microSD объемом до 1 ТБ. При этом не нужны никакие скрепки, слот легко вынимается пальцами. И вы можете в настройках установить, чтобы все фото и видео сохранялись, например, на карту памяти. И тогда внутренняя память смартфона у вас не будет забиваться. Ну а если карту памяти вы не используете, то в этот слот можно добавить вторую сим-карту. У него направлены стереодинамики на передней панели, из-за чего очень приятно прослушивать контент даже без наушников. Плюс они на 40% громче, чем у предшественника. Также у него есть специальная кнопка, которая вызывает фото приложение. И она же одновременно является кнопкой спуска затвора. Это очень удобно, потому что я могу даже не смотреть в экран и вызвать фото приложение. А также здесь есть специальная переназначаемая кнопка, на которую вы можете установить любое приложение. Я установил специальное приложение для записи видео. Так что я могу тактильно определить, где находится кнопка для запуска фото приложения и отдельная кнопка для видео приложения. Также здесь есть отдельный LED-индикатор, глядя на который вы можете сразу определить, что телефон, например, полностью заряжен, тогда этот LED-индикатор будет гореть зеленым цветом. Или если пришло какое-либо уведомление, тогда индикатор сигнализирует белым цветом. А еще вы можете подключить к смартфону джойстик от игровой консоли PlayStation 4 и удобно играть в те игры, которые вы скачали для своего смартфона. Объем аккумулятора увеличился до 4500 мАч и его хватает на весь день даже с включенными 120 Гц. Заряжать его можно двумя способами, как проводным типом через USB Type-C, так и беспроводным. Плюс он сам может заряжать другие телефоны, если его заряд составляет больше 30%. Sony очень щепетильно относится к своим аккумуляторам, поэтому в Xperia 1 III есть сразу несколько режимов его зарядки, в том числе и знаменитый режим Stamina. Потому что в комплекте со смартфоном идет зарядник на 30 Вт. Он довольно мощный и быстро заряжает смартфон. Но если постоянно нагружать аккумулятор такой мощностью, то он быстро износится и уже не будет держать всю свою эффективную емкость. Как раз для того, чтобы он и прослужил вам на годы вперед, здесь есть эти режимы, в том числе и интеллектуальные, которые учитывают время вашего сна или время, когда смартфон просто лежит без дела. Плюс ко всему здесь есть функция защиты от перегрева. Например, когда вы играете в игру, зарядка не заряжает смартфон, а просто поддерживает его жизнеспособность. Тем самым смартфон у вас не нагревается, а аккумулятор не умирает. Во всем остальном смартфон очень быстрый и отзывчивый, за что спасибо операционной системе Android 11 и процессору Snapdragon 3.8. А теперь давайте перейдем к самому главному, к обсуждению камер этого смартфона. Потому что всю эту информацию вы могли узнать от тех, кто занимается профессиональными обзорами смартфонов. А качественно протестировать камеры – это наши прерогативы. Итак, помимо селфи-камеры здесь три модуля. Все они на 12 мегапикселей, но в отличие от Xperia 1, в модели Mark III они разработаны совместно с компанией Zeiss. При этом, несмотря на то, что камер здесь три, фокусных расстояний здесь целых четыре. Как так получилось, я сейчас подробно расскажу. Основной модуль здесь с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагма f1.7. Самый светосильный и у него самая большая площадь матрицы. Плюс ко всему он самый быстрый. Скорострельность у него 20 кадров в секунду. Но при этом есть одно условие – снимать нужно в JPEG. Основной модуль здесь дополняет сверхширик с фокусным расстоянием 16 мм. Разумеется, в пересчете на полный кадр. Со светосилой f2.2. И, наконец, телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм с диафрагмой f2.3. Но у него внутри скрыто также второе фокусное расстояние – 105 мм с диафрагмой f2.8. Работает это все по принципу перископа. Блок фокусных линз и блок линз автофокуса перемещаются одновременно, благодаря чему сохраняется очень быстрая фокусировка. И, по сути, вы имеете два фокусных телеобъектива, которые достигаются оптическим путем. И тут важно отметить, что это не цифровой зум, как в других смартфонах, а именно оптический. И поэтому качество получается соответствующее. Но цифровой зум тут также имеется, помимо фокусных расстояний 70 и 105 мм. И доходит до 200 мм, в том числе с применением искусственного интеллекта. Но я такому решению не очень доверяю, как и многие фотографы. Я люблю использовать оптические фокусные расстояния. Поэтому 105 мм – это, на мой взгляд, предел в этом смартфоне. Фокусировка здесь действительно очень быстрая. Такая же, как на последних моделях камер Sony Alpha. Причем на всех фокусных расстояниях. Есть трекинг по лицу, по глазу, в том числе и людей, и животных. И также есть трекинг по объекту при помощи тапа по экрану. То есть вы можете выбрать любой объект, и камера будет следить за ним, не отвлекаясь на какие-либо препятствия. Помимо камер здесь установлен также 3D-датчик, который вычисляет расстояние до объекта. И также способствует ускорению фокусировки. По моим ощущениям, автофокус по глазу работает так же или чуть быстрее, чем на моей камере Sony Alpha 7R III. В общем и целом, я не испытывал никаких проблем с автофокусом. Постоянно попадал туда, куда нужно. Единственное, я заметил, что при серийной съемке 20 кадров в секунду, все-таки пару промахов было. У всех камер, кроме сверхширика 16 мм, есть оптическая стабилизация, которая работает эффективно даже на довольно-таки длинных выдержках. Теперь, что касается самой съемки. Управление камерой происходит через приложение Photography Pro, которое вызывается той самой клавишей, о которой я рассказывал до этого, которая также является и кнопкой спуска затвора. Само приложение разделяется условно на две части. Первое это Basic, которое очень похоже на любое приложение в любом другом смартфоне. То есть это сенсорная кнопка посередине, а также переключение в режим фото либо видео и переключение всех фокусных расстояний. То есть довольно примитивное и неглубокое. А вторая часть этого приложения уже профессиональная. И здесь меню смартфона очень похоже на меню камеры Sony Alpha. Так что все, кто использует камеры Sony Alpha, будут чувствовать себя особенно дома в этом меню. Если вы совсем не знакомы с настройками камеры, то вам, конечно, лучше использовать режим Basic, потому что он делает за вас все автоматически. Но любой более продвинутый фотограф или требовательный энтузиаст захочет полного контроля над своим изображением, чтобы не плавала экспозиция, а также не менялся баланс белого, например. И как раз поэтому я считаю, что этот смартфон нужно использовать во второй части этого приложения, в профессиональной, чтобы держать полностью под контролем все настройки и получать самое высокое качество изображений. Поэтому в режим Basic я особо вдаваться не буду, он слишком примитивен и оттого не очень интересен. Что касается раздела Pro, то когда вы переходите в этот режим, аппарат переводится в горизонтальную ориентацию. Слева у вас находится меню, переключение фокусных расстояний и последний просмотренный снимок. А справа находятся все настройки, как раз под рукой. Здесь вы можете переключать выдержку, менять значение ISO, а также переключать RAW, JPEG или RAW плюс JPEG. Первым делом, как только смартфон попал ко мне в руки, мне было интересно снимать с фокусным расстоянием 105 мм. Во-первых, потому что оно новое, а во-вторых, потому что оно непривычное для смартфона. И из-за того, что оно достигается здесь оптическим путем, для меня было неожиданностью увидеть хорошее качество изображений на этом фокусном расстоянии. Потому что я ожидал, что здесь будет качество, как когда делаешь цифровой зум. То есть просто увеличиваешь картинку цифровым путем. Но нет, оно здесь такое же, как и на любом другом фокусном расстоянии. Редактор субтитров А.Семкин И это фокусное расстояние, это настоящая мечта шпиона. Потому что ты наводишь на людей эту камеру, им кажется, что у тебя какое-нибудь широкоугольное фокусное, не обращают на тебя никакого внимания, а ты можешь просто снимать лицо человека. То есть это то, что надо в периоды социальной дистанции. В то же время фокусное расстояние 70 мм грамотно дополняет как раз эти 105 мм. Потому что иногда бывает совсем узко и тесно, и хочется расширить пространство. Тогда я переключал на 70 мм и захватывал сцену чуть больше. То есть когда эти два фокусных телеобъектива работают в тандеме, это идеально. Основной модуль на 24 мм здесь ожидаемо самый лучший по качеству, потому что у него самый большой размер сенсора. И светосила объектива f1.7 помогает в темных условиях. Так, например, я снимал в темной студии и мог не задирать ISO выше базового значения ISO 64. И точно так же, как с телеобъективами, сверхширик 16 мм дополняет основной модуль на 24 мм. То есть когда мне нужно захватить как можно больше сцены, я переключаюсь на это фокусное и спокойно снимаю. В общем и целом получается, что три модуля, кроме основного, выдают примерно одинаковую по качеству картинку. И основной модуль на 24 мм более хорошую и особенно в темных условиях. Но все равно моим любимым фокусным расстоянием остается 105 мм, потому что это необычно получать такой зум из такого тонкого телефона и приближаться к тем объектам, которые обычно смартфонам достать очень и очень сложно. Если резюмировать все, что я сказал о камерах, то эти камеры, конечно, не дотягивают до RX-серии камер Sony. Но, тем не менее, для камер смартфона это очень даже достойный результат. Как раз могу выделить то, что нетипично для смартфона, что мне нравится в этих камерах, что они обладают естественной передачей как цветов, так и самой сцены. То есть они не накручивают каких-то непонятных HDR, пересветов или, наоборот, слишком вытянутых теней, а именно передают картинку естественным способом, так же, как ее передавала бы камера. Очень жаль, что компания Профото пока не поддерживает Xperia 1 Mark III для возможности съемки со вспышками Профото. Иначе я бы показал вам снимки еще более эффектные и на что способен этот аппарат в полной мере. Что касается специального приложения для видео, которое называется Cinematography Pro, то оно слишком сложное и замудренное даже для меня. То есть если настройки камеры здесь похожи на камеры Sony Alpha, то настройки видеокамеры не похожи ни на что, что я держал в руках. Слишком сложно, и я считаю, что результат не настолько хорош, чтобы так усложнять процесс настройки видеосъемки. Когда я говорил, что режим Basic в приложении Photography Pro мне для съемки фото не подходит, то для видео самый раз. Как раз удобно переключаешь необходимое фокусное расстояние, сразу нажимаешь видеосъемку. Потому что в приложении в специальном Cinematography Pro там действительно все сложно. Там нужно сначала создать проект, в котором нужно выставить определенную частоту кадров и только в ней снимать. И если вы захотите снимать замедленную съемку, то вам нужно создавать новый проект. Настолько все сложно и замудренно. Поэтому в данном случае я бы использовал раздел Basic в приложении Photography Pro. При этом огромное достоинство Xperia 1 Mark III в том, что он может записывать видео в разрешении 4К 120 кадров в секунду. Среди всех камер Sony Alpha на такое способны только две камеры. Это Sony Alpha I и Sony Alpha 7S Mark III. Так что это не может не впечатлять. 120 кадров в секунду необходимы, чтобы качественно замедлять видео. Такое видео можно замедлить 5 раз и движение в кадре будет очень и очень плавным. Обычно все смартфоны и камеры способны это делать в разрешении Full HD, а тут это можно делать в 4К. При этом 120 кадров в секунду способен писать только основной модуль 24 мм. Остальные модули способны делать только запись 4К 30 кадров в секунду. Субтитры сделал DimaTorzok За то время, что я пользуюсь Xperia 1 Mark III, я провел достаточное количество съемок. И у меня скопилось много фотографий как со студии, так и с улицы, со всяких прогулок. И всеми этими файлами я готов поделиться с вами. В описании я закреплю ссылку, по которой вы сможете скачать прямо из телефона без какой-либо обработки. Если подводить итог, для кого подойдет этот смартфон? Конечно же, для тех, кто любит снимать, особенно любит снимать на камеры Sony. Все здесь знакомо, все здесь понятно, настраивается предельно точно, и вы можете полностью контролировать процесс. Также смартфон подойдет тем, кто любит смотреть фильмы на своем гаджете, или слушать музыку, или играть в игры. Я лично очень люблю поиграть в PUBG, и теперь не могу представить, как я делаю это на другом телефоне. Потому что, во-первых, экран 120 Гц, из-за чего картинка очень плавная. И, во-вторых, то, о чем я говорил, органы управления не перекрывают большую часть экрана, и у меня большое поле для обзора. Уверен, что для других игр также отлично подойдет, поэтому крайне рекомендую для геймеров. А также тем, кому подходит операционная система Android. В целом, я не нашел каких-то существенных недостатков. Это означает, что количество достоинств в этом смартфоне перевешивает, начиная от дизайна, заканчивая технологической составляющей. Поэтому у меня все. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этого смартфона. Задавайте вопросы, я, как всегда, с удовольствием на них отвечу. И всего вам доброго! Так, например, когда я снимал с моста в парке зарядье, я слышал, как рядом молодой парень кричал на свою маму, что никогда не смей приближать, качество портится. В то время, как я снимал на 105 мм, и мне хотелось сказать этому парню, что, парень, тебе просто нужно маме приобрести Xperia 1 Mark III.